Руальд Леонидович Романов Это Евангелие, это Библия, там правда, там все нормально, дед хорошо написал История белорусских партизан, или, как говорит Ральд Леонидович, история партизанщины – это тема его бесконечных исследований Она еще требует работы, работы и работы Очень много разночтений, одни пишут одно, другие пишут другое А третьи вообще многое не публиковали, просто нельзя было публиковать А сами немцы четко написали, что первое поражение, которое потерпел вермахт, который потерпел Это было поражение от белорусских партизан Вспоминать свои личные переживания о том страшном времени Романов не любит Но поставив однажды перед собой цель написать о партизанщине как можно больше правды Он все свое свободное время посвящает исследованию и работе в объединенном совете партизан и подпольщиков при Московском комитете ветеранов войны Я считаю это своей обязанностью Мой дед не писал дневник для публикации, это совершенно понятно, ясно Этот дневник помогает вам рассказывать? Дедушки, несомненно Что касается истории самого деда, Федора Романова Внуку известны не только его биографические данные, но и семейные легенды Считается, что мой дед незаконно рожденный сын князя Константина Романова В советское время это не популяризировалось В первую империалистическую войну он воевал, он там был лекарем Отслужил, вернулся, опять врачевал в Чирее В местечке Чирея Витебской области Федор Романов женится на Варваре Ивановне из Мещан Чей отец слыл мастером по строительству церквей В семье Федора и Варвары появится восемь детей Леонид Федорович его первый сын, значит, был мой отец Мама Руальда, эсфирь Соломоновна Кац, была из богатой еврейской семьи, которая жила в Борисове Дед Соломон Абрамович был купцом первой гильдии Первой гильдии владел заводиками, магазинами Мама мамы, она была близка Срахманинова, знала хорошо Шаляпина, хорошо И вообще ездила покупать шляпы в Париж, в Варшаву, да, денег было много И понятно, что она умела играть на пианино, умела петь, умела много, на охоту умела ездить Родители Руальда, эсфирь Кац и Леонид Романов встретились в Борисове, где они оба заканчивали педагогическое училище Только мать, она была от бога педагога, она преподавала русский, белорусский, немецкий К отцу это не больно нравилось вообще-то, да, но он преподавал В 1933 году в семье педагогов появился мальчик, кто придумал ему такое необычное имя? Отец был географ, был Ральда Мунсен, который открыл Южный полюс И отец вот назвал меня Ральдом, имя мне это не шло совершенно, меня поэтому звали Ралик, потом звали Алик Бабушка Сара Абрамовна души не чаяла во внуке, а чему она успела вас научить? Мне купили скрипку, мне купили маленькое пианино, мне, значит, моты и так далее, меня, ну, наталкивали Ну, детство было такое, ну, это было довоенное детство Богатый на бабушек и дедушек, Алик все же чаще бывал у Романовых, в Чирее Предвоенное детство было замечательное, потому что у деда, дед был врач сельской больницы На 30 километров в округе у него никого не было, ему тащили все, кто бы туда не приезжал Ему все несли, ему несли отрезы, там, сукно, водку, яйца, гусей Бабка это все аккумулировала, этого хватало на семью и в больницу ушло Летом 1941-го родители, как всегда, приехали из Борисова в Чирею в отпуск Озеро, рыбалка, там, огород, сад, мед, ну, в общем-то, замечательно И я тоже при них, все было замечательно, все было хорошо, а потом, ну, вот, началась война Свои первые впечатления об этом известии Руальд Леонидович связывает с братом отца Сергеем Который по возрасту годился ему скорее в старшие братья А Сергей имел авторитет, он был командиром отряда Чапаев или Чапаевцы И вот он собрал свой отряд, он пятиклассник уже, он взял карту, раскрыл карту, показал, вот, вот, Германия и того ТССР А мы видели фильм Чапаев, мы видели, да, Котовского Ну и, в принципе, ждали, как этих немцев, мы быстро этих фашистов разгромим и разобьем А получилось все наоборот, 5 июля немцы уже были в Чарее Еще до прихода немцев в Чарею отец Руальда прошел призывную комиссию И вместе с другими сельчанами отправился в назначенное место Но никуда они не успели попасть, армия отступила, пришлось возвращаться обратно Немцы вошли в местечко очень красиво, очень спокойно В местечке не было никакой войны, они въехали на машинах со свастиками, значит, Гитлера, портреты и так далее Все было, вот, купались, веселились, брились и так далее Ну, ехали как на праздник, там войны, казалось бы, не было Местное население, тех, кто был понахальнее, значит, тащили у деда, это все в дневнике написано Тащили все на свете, причем наиболее нахальные и сильные, тащили себе скот колхозный Магазины разграбили, вот, немцы обещали веселую жизнь, что вот мы большевиков и жидов, значит, прикончим И вы тут будете жить, будь как, значит, моментально организовалась власть немецкая И при всей этой ситуации в больнице у Федора Михайловича Романова оказалось 38 раненых красноармейцев А больница не работала, потому что все разбежались, все служащие разошлись Осталось две медсестры и вот семья, собственно, деда Начала ухаживать за этими ранеными Немцы заходили, их вначале не интересовало это дело абсолютно Поэтому те раненые, которые были полегче, они вылечились и смотались в лес Значит, другие из Чиреи подальше, потому что в Чиреи организовалась полиция вначале А потом и власовцы появились Появились в основном власовцы-орловцы С Орла командовал в Орле Каменске, которого немцы сделали генералом Им пообещали, что вот этих вот, значит, белорусские хаты, там партизан Их надо разгробить, все это забрать, и все будет замечательно И тут, значит, земля там нормальная, все тут нормальное И будет все отлично И они сюда, значит, приехало, вот пара тысяч человек Их приехало И в Чиреи оказался гарнизон Это были подготовленные советские воины приличные Вот, которые умели воевать, которые уже и тут повоевали И одновременно организовалась и из местных Полиция тоже Была полиция и власовцы Немцы думали, очень здорово думали о идеологии Значит, выпускали всяческие газеты Говорили там, что Москве конец, самое ужасное Что у нас не было радиосвязи И наше верховное командование не знало, что там творится Потому что связные, которые сюда шли, они пропадали Партизаны все же объявились и начали Ирабить оружие Начали обживаться потихонечку в лесу Как известно, организатором и командиром партизанского соединения на Смоленщине Стал Никита Коляда Уже в июле 41-го Партизанский отряд численностью около 100 человек Развернули активную боевую деятельность Подревали эшелоны Нападали на большаках Дороги были плохие Конечно, гитлеровцы на это не рассчитывали Они просто рассчитывали Рассчитывали на идеологию Рассчитывали на то, что А, вот колхозы, вот все Вот против колхоза моментально все к ним перебегут Вся немецкая пресса, печать и так далее Все время давали, давали, давали вот такую вот макулатуру И этому надо было противостоять каким-то образом И вот тогда стала появляться уже наша печать Я гражданин Советской Социалистической Республики Верный сын героического белорусского народа Присягаю Я клянусь За сожженные города и села За кровь и смерть наших жен и детей Отцов и матерей За насилие и издевательство над моим народом Жестоко мстить врагу И неустанно, беспощадно уничтожать немецких оккупантов Пятого мая там расстреляли евреев, полиция Все там разграбили, все А в Чирее было 60% еврейского населения Чудом в этой истории уцелела мать Видимо сказалось доброе отношение коменданта Чиреи к семье доктора Но вскоре и над Федором Романовым нависла беда У партизан были раненые, появлялись раненые во время этих боев Их надо было лечить, им нужны были медикаменты Им нужна была марганцовка, йод, бинты и так далее И это шло от деда Кругом было сплошное предательство И в полиции были вот эти вот люди И поэтому они все время на деда, понятно, явничали, капали Ну и в конце концов, значит, в конце концов деда арестовали Первый арест еще он, его отпустили Он сумел доказать Мать разговаривала по-немецки, стихи читала Да, Гёте и так далее Ну, культурная семья, все замечательно А второй раз все равно опять, значит, их арестовали После того, как партизаны напали на Чирею У деда оказалось два раненых партизана А босс, в котором везли арестованного доктора Романова Сумел тогда отбить полк капитана Садчикова Федора Михайловича сразу же переправили в лес А вслед за дедом уже мы тоже двинулись в партизаны 31 июня 1942 года в центральной газете «Правда» Была опубликована статья командира объединенных партизанских отрядов Никифор Захарович Каледа по кличке Батя Открыто заявлял о нахождении своего штаба В тылу немецких армий «Центр» Он намеренно оповещал немецкое командование О нахождении в лесу тысяч хорошо вооруженных партизан Расширяющих Малый фронт за линией сражений главных армий В июле 1942 года из четырех диверсионных групп бригады «Бати» Было создано четыре партизанских отряда Они стали ядром Смоленского партизанского полка особого назначения Командиром его до воссоединения с частями Красной Армии Оставался Иван Садчиков Именно в этом полку и оказалась семья Романовых Отец был командиром отделения противотанковых ружей Мать оказалась в редакции Мать в редакции была техническим редактором Она корректировала и белорусский текст, и русский Мама стала работать в редакции газеты А что приходилось делать вам? Я растаскивал эти газеты по отрядам, по батальонам Я таким был посыльным при редакции Связным полка Садчикова с 1 ноября 1942 года по 5 мая 1944 года Мальчишка взрослел в отряде Наверное, внимания матери было не так уж много Да внимания к матери, у матери не было абсолютно ко мне Внимания, да, оно и не нужно было Мы взрослели очень быстро Мы были сообразительные, взрослые Значит, в принципе, чего? Все понятно, все ясно, чего? Это отнести, это принести, это сделать Причем такие же ребята и в тылу работали Работали на фабриках, значит, работали на станках Полк особого назначения Садчикова Мало того, что он должен был вести разведку в тылу армии центр Он должен был отвлекать на себя силы и воевать И это партизаны делали Причем к нам начали уже забрасывать оружие самолетами Уже начали забрасывать, уже появилась рация Что случилось в марте 44-го года? Немцы, значит, бросили сюда, сняли с линии фронта Авиацию, танки, артиллерию Вот, власовцев всех окружили вот эту партизанскую зону И начали ее давить Волк загнали в болото Немцы уже бомбили самолеты, рамы их летали Видели нас, значит, и так далее, обстреливали Я еще был рядом с дедом В марте и апреле мы ползали по болоту Голодные, абсолютно без ничего Обмороженные и так далее Причем вот дед, например, он обморозил Ноги у него были там по колено Там или выше колена Мне было, значит, это по пояс и так далее Понятно, ноги обмороженные, все обморожено было Руальд Леонидович вспоминает, как в конце апреля Полк решился на прорыв Во время прорыва собрали самых сильных И самых крепеньких Отец был среди них Командовал прорывом уже Борисов И они прорвались и ушли На там же чего? Бой был, значит, стучали, стучали А потом никто не вернулся О том, как прорывались из болота Многие партизаны Руальду Леонидовичу известно до малейших подробностей И все это благодаря дневнику деда Я решил, что мне суждено навсегда остаться в болоте Я с целью послал вперед своих невестку, внука и внучку Чтобы они не видели моей гибели А спасались сами, да? Сознания и глаза говорят, что я иду по дереву Цепляюсь за сучья ногами А подошвы этого не чувствуют И прошел я только благодаря опоре на свою верную палочку Еще один день Говорят, что мы приближаемся к узкоколейке Предупреждение поддерживать тишину Наступил вечер Мы идем по болоту Вода выше пояса Ноги окончательно отказываются двигаться Неоднократно приходилось падать И принимать общую ванну Темень, дожди, ветер Пронизывающий до костей К тому времени Федор Романов уже потерял Среди болота и невестку Мать Руальда и самого внука И об этом мы тоже читаем сегодня на страницах уникальной рукописи Наш бедный Алик остался по ту сторону дороги в болоте Что с ним, никто ничего не мог сказать Было полное основание думать, что он погиб Или от пули, или от голода Я оторвался уже 5-го числа 5-го числа при прорыве Когда полк выходил из прорыва И должен был пройти через узкоколейку Там впереди уже бросились Ура! Там кричат А тут еще не подтянулись, не подошли А немцы начали лупить сюда Минометами начали обстреливать И вот меня кто-то толкнул в темноте Я упал в эту воду Очевидно, разорвалась мина Приглушила меня Короче говоря, когда я уже очухался и поднялся То, в общем-то, никого абсолютно не было И только была дорога, по которой можно было шлепать Это было уже утро, уже светало И я пошел по этой дороге в ту сторону, куда ушел полк Вот, и когда я вышел, уже приподнялся из болота Я упал и уснул Вот, значит, раздался рядом выстрел Я, значит, смотрю, а немец пристрелил нашего раненого Наши раненые тоже начали выползать И вот всех легкораненых, и меня тоже, значит, вот обыскали меня И всех вместе, значит, погрузили Мы сели в машину И нас увезли в Лепель Это консервационный лагерь В лагере меня сначала допросили Значит, я... А чего там меня допросить? Ага, полк садчиков, полк садчиков Командир полка, командир полка, да? Да, капитан, да чего, да все Они все это прекрасно знали Вот, все это знали А вот куда ушел полк? А вот этого я не знаю А если бы ушел, так понятно, значит, это если бы ушел Куда-то ушел А где самолеты приземлялись, значит, где аэродромы? На озере, на озерах, значит, они уже озера уже растаяли Принадлежность Алика к партизанам определить было легко На нем была куртка командира А досталась она ему от жены Садчикова, от яди Ее ранило в живот Дед там пытался ее очухать каким-то образом Но, в принципе, она помирала Садчиков разговаривает с дедом Дед говорит, что ей там всего дня два мучиться осталось Он заходит к ней После этого раздается пистолетный хлопок После этого, я вижу, Садчиков уходит После этого мы хороним ядю А куртка ее оказывается у меня В концлагере Лепель у Алика несколько раз брали кровь Переливали напрямую раненым немцам Брали кровь до тех пор, пока не начинала и Катя травить уже И терял сознание В башке уже, значит, было чего-то, значит, абсолютно непонятное Там красное чего-то там такое и так далее И вот после этого меня бросали После этого отключали от этого дела Из лагеря, как говорит Руальд Романов, удалось унести ноги У немцев сортир был сделан за пределами колючей проволоки Потому что здесь было мало, а они вытащили Туда выводили по 10 человек из камеры Я вышел 11-й, и меня, значит, спокойно взяли 11-м А вот когда я там задержался в этом самом, в этом сортире Они ушли, а когда я вышел, а никого уже нет Я пошел обратно, подошел к этим воротам, к этой колючей проволоке Меня немец, значит, спокойно Значит, шайз, а век, значит, прочь Вот, ну, все понятно И тут я сообразил, я тихонечко повернул И пошел к кусты И дальше я пошел на канонаду, я пошел к линии фронта В сторону Витебска Шел вдоль дороги, шел по лесу Я видел, как немцы делали ракадную дорогу Дорог совершенно не было, они этого не учли, когда они начали наступление Когда они план Барбаросса разорватывали, они не думали, что у нас нет дорог И что их техника может идти только по дорогам Перейдя железную дорогу, вскоре в районе Витебска Он ночью наткнулся на разведчиков 43-й армии Мальчишку взяли к себе И поставили на довольствие, как воспитанника 145-й дивизии В качестве музыканта духового оркестра Я знал ноты Меня посадили на барабан Барабан чего? Вот тарелка и вот это, вот ритм, так Да, причем капельвенцер еще показывает, чего надо делать Значит, он тебе показывает, давай, ты даешь Да, тише, он, значит, показывает, что тише Громче он приподнимет, громче Все понятно Вот, а потом, потом подучили меня работать на трубе Оркестр себя направляли в основном Перед штрафные батальоны, штрафные роты, перед атаками Мы туда приезжали И там давали, значит, концерт, значит, в общем-то, да, им играли Нередко дивизионный духовой оркестр превращался после боя в дивизионную похоронную команду И Алику вместе со взрослыми музыкантами приходилось хоронить павших Однако вспоминаются и радостные моменты Артисты приезжали, с которыми и мы им помогали выступать тоже У них было немного инструментов Вот, с ними, значит, выступали Это такие яркие моменты Будучи воспитанником в армии Или, как мы сегодня говорим, сыном полка До куда вы дошли? До Кенигсберга Яркие моменты Ну, вот, взяли мы, предположим, вошли в городишко какой-то Я теперь не помню Ну, это Восточная Пруссия Да Ну, вот, значит, мы спокойно, значит, ходим И дома пустые, все пустые А там, значит, есть и шоколад там лежит И то, другое тоже Мы тоже набираем это дело А еще было два ранения У меня было два ранения Сначала в ногу, потом в руку И как получилось, что 14 ноября 1944 года Вам дали удостоверение и отправили? По месту жительства родителей В город Борисов Я уже не нужен Ну, во-первых, я не больно квалифицированный музыкант А меня же еще лечить, лечить с рукой Мне дали направление в Суворовское училище Где-то оно потерялось Планов на военное училище он и не строил Добравшись к дочерее, с радостью обнаружил, что живы все Мама и дед были на месте Про отца чуть позже станет известно Что вместе с полевым радиоцентром при штабе армии Он в качестве шифровальщика дойдет до Германии И тоже вернется домой После войны у Алика появится еще сестра и брат Он окончит школу и судьба забросит его в Ригу Жизнь посвятит строительной профессии Которая и на пенсии останется любимым делом Сегодня доктор технических наук Руальд Леонидович Романов Продолжает хранить память о своем дете И благодаря бесценной рукописи А также бесконечным исследованиям Создает правду о партизанском движении К тому же немало времени он уделяет встречам С ветеранами-единомышленниками Очень много проблем есть, очень много Которыми занимается Объединенный совет партизан и подпольщик И есть масса, в основном, к сожалению, уже лежачих Очень слабо передвигающихся Которым надо помогать Ральд Леонидович, если заглянуть в ваш завтрашний день Какие мы там можем увидеть мечты, ваши задачи? Конечно, надо сохранить как можно дольше силы Это одна из основных задач Сохранить как можно дольше сил Их все время меньше и меньше тоже не хватает Значит, сил Дальше понятно, что постараться Собрать как можно больше И опубликовать как можно больше Я над этим работаю, продолжаю работать И в конечном итоге я это дело сделаю Субтитры сделал DimaTorzok